друзья всем привет и сегодня хочу ответить на часто задаваемый мне вопрос а если adobe иллюстратор то могу ли я работать на айпаде я честно могу сказать что до этого я никогда не работала на айпаде с иллюстратором и в последние два года разработчик активно заявляет о том что версия на айпаде точно такая же как версия на компьютере с теми же функциями что она может полноценно заменить вопрос интересный я решила уточнить так ли это и в общем то вот у меня есть айпад попросила знакомого дать проверить данную теорию собственно айпад про большого формата и давайте с вами смотреть я уже установила adobe иллюстратор для работы хорошо хорош вот стилус ручку меня достаточно старенький уже но от этого меньше работать не начинает плюсы adobe иллюстратора смотрите поскольку у меня установлен adobe иллюстратор на компьютере соответственно здесь через магазин apple store я установила приложение иллюстратор вошла в него под моей учетной записью которая у меня оплачена ну как в обычное пользование и соответственно вот у меня получился adobe иллюстратор разбираться что здесь и как во первых входя на айпад понимаю что что интерфейс другой и смотрится он по-другому здесь сразу у вас есть домашние ваши работы обучиться и узнать да что то есть сразу обучающие видео все можно посмотреть я работаю больше десяти лет в это по иллюстраторе на компьютере я с ним разбираюсь достаточно быстро даже после того как они обновляют интерфейс здесь я честно говоря задумалась вот вчера уже смотрела у меня не было в облаке сохранено ничего от моей работы но я вчера вот уже по экспериментировала можно открыть что-то имеющиеся можно создать что-то новое вот смотрите есть кнопочка create new есть соответственно что-то новое здесь ваши последние будут примеры того что у вас было да можно назвать кастом сайса опять же то что у вас сохраненное то что у меня вот нету ничего до для печати соответственно цветовая модель смик вот оно все здесь есть и классические а3 а4 b4 b5 для сайтов вот они в форматы измерения в пикселах и иллюстрейшен вот они тоже стандартные форматы например вот горизонтальные а4 здесь можно поменять ориентацию ну то есть все 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 тут есть я люблю когда измерение документа в сантиметрах тут его миллиметром соответственно создаем вот создался артборд ну или монтажная область работать с ней можно туда-сюда соответственно приближение удаление также можно поворачивать крутить и так далее что мне сразу бросилась в глаза во первых это другая панель инструментов и здесь другая панель и я не нашла как их вытащить точно так же как это есть но в базовой версии на это инструмент selection direct selection перо карандаш в карандаше можно настройку делать сглаживание ластик автофигуры текст соответственно монтажной области эта кнопочка вы можете что-то сфотографировать либо подгрузить какие-то файлы либо фотографии и соответственно цвет заливки цвет контуры здесь у нас будут слои здесь настройка по размерам тоже размеры это у нас инструмент обработка контуров помните вот эти все разрезания ножницы выравнивание объект что с ним сделать группировать разгруппировать текст работа с точкой путь и вот еще такая штучка как но отражение или повтор она отличается от того что базовая функция сейчас все покажу и здесь еще есть при просмотре разные совершенно особенности превью от лайнс и транспаранс и гайд соответственно транспаранс и когда на прозрачном фоне а от лайнс когда мы видим только контуры превью это соответственно классический вид вот то что вчера я поизучала могу показать присмотреть им вот например я создавала уже эскиз вот так он выглядит я уже даже его смогла залить вон смотрите вид мы посмотрим ведь out lines транспаранс и гайд что я пока не изучила до конца и не могу это все показать у меня не получилось отражение здесь оно интересно очень сделано смотрите мы можем сделать какой-то объект рисуется точно также смотрите ведь . растягиваем . растягиваем . растягиваем . растягиваем . растягиваем надо приблизили . растягиваем замкнули контур вот здесь . назад анду можно рисовать карандашом но она тогда сама вольно у вас выбирает форму тоже можно замкнуть вот так вот что я вам хотела показать вот смотрите это мы выбираем все да вот мы выбрали мы можем с этим как-то работать тоже пока не нашла как правильно сделать чтобы пропорциональное масштабирование непропорциональное и вот такую штучку мы с вами можем сделать и сказать что я хочу ее сделать зеркальным отражением вот она у меня отразилось смотрите видите она в разные стороны теперь у меня бегать могу каждый объект тут вот побегать у меня есть ось если мы будем смотреть через зеркальное отражение вот она ось по которой можно двигать и этого то что и много есть в интернете когда вы начинаете тут что-то доделывать то она начинает разбегаться на обе стороны есть размножение соответственно повтор по кругу сейчас давайте возьмем тоже объект и сделаем повтор по кругу вот она у нас происходит то есть но все можно вот по эскизам меня получилось подгрузить рабочий файл притом смотрите вот эта штука она как бы повтор не повторно вот она не смогла я ее слить чтобы убрать центральную часть здесь можно настраивать линии не нашла где находится пунктир и не нашла где находится применение заливок узоров ну я понимаю что я как бы поизучал его только два часа и не все нашла ну как бы смысл в том что он отличается и например те уроки которые я показываю там на ютюбе даю в курсе они все-таки рассчитаны на компьютерную версию на ipad этого нету здесь есть функция совместного использования когда вы можете добавить сюда людей с которыми вы хотите поделиться да и на кого расшарить этот документ чтобы с ним работало несколько человек соответственно что-то здесь порисовать у меня получилось можно открывать галерею и применять какие-то фотографии сюда вставлять ну к примеру да там соответственно вот она у нас есть можно ее удалить то есть функция немножечко по-другому без стикера будет рисовать неудобно его лучше приобрести еще такой момент который я заметила у меня очень сильно устали глаза я два часа вчера сидела ну вот искала разбиралась где какие функции как это выглядит достаточно сильно устали глаза от монитора несмотря на то что я была в компьютерных очках и также я работаю за компьютером но здесь вот это больше соответственно можно это все крутить в разные стороны рассматривать можно соответственно выбирать инструменты очень детально работать с точками так далее очень много похожих функций есть там функции сглаживания например да упрощение контур и так далее программе тоже надо приспособиться она достаточно объемная но вот лично на мой взгляд и вкус я бы предпочла работать на компьютере ipad использовать либо как просмотровик либо когда что-то нужно посмотреть и вот у меня например возник вопрос я обучаю на платформе get курс у меня там файлы мне студенты присылают именно файлы не шарят их мне в креатив клауд а именно просто прислать файл я ему скачиваю к себе открываю в своей программе и смотрю на компьютере это делается все оптимально и просто когда же здесь вот получается вопрос картинки я скачала соответственно здесь но файлы куда-то они будут складываться то есть я их смогу по открывается и сделать насколько это будет комфортно насколько это будет удобно не могу сказать давайте с резюмируем да действительно версия полноценная достаточно много к ней нужно привыкнуть и приспособиться нужно обязательно чтобы был достаточно большой экран и вы могли с ним работать нужен пентул или ну вот что-то стикер какой-то стила с которым вы будете рисовать без него это будет неудобно и соответственно не все функции работают точно так же как в полноценной версии поэтому как дополнение хорошо как единственное верное средство я бы посомневалась есть еще такой момент что в основном во всех фирмах у вас все-таки будут просить работы на компьютере и будет ли это иметь такой смысл чтобы это все вот так сделать у меня возникает вопрос поэтому вот вам мой экспириенс хоть он и не долгие естественно если я не буду дольше копаться то я и разберусь у меня встал вопрос о том что нужно покупать или не нужно ipad я пока для себя пришла к выводу что пока не нужно и основным поводом к не покупке является очень высокая утовляемость глаз при работе с ним поэтому хотя можно тут и яркость и контрастность настроить но как бы я не уверена что это будет для меня оптимально поэтому пока откладываю эту идею на какой-то срок если у вас появились вопросы пожалуйста задавайте мне сразу на них отвечу если какие-то комментарии и так далее буду тоже рада с вами пообщаться если понравился данный обзор и видео ставьте лайк не забывайте подписаться на мой канал узнаете еще больше всего интересно о дизайне и программах а с вами была щайковская екатерина до скорых встреч пока пока